В этот лагерь все приходят добровольно. Каждый, который приходит сюда, он приходит, чтобы пройти определенную школу мужества, пройти определенную закалку, чтобы просто в себе воспитать человека. Они знают, что им придется тут трудиться, они знают, что здесь придется обходиться без телефонов, без интернета, без компьютера. Здесь никто не будет готовить еду, знают, что здесь нет определенного комфорта. То есть все приходится делать самому, учиться этому и делать это самому, даже свою одежду стирать. Поэтому это постоянный труд, которым ты хотя бы как минимум должен себя обеспечивать. Мы берем с собой этот противогаз, умывальные принадлежности, розжиг для огня, блокнот, ручки тетради, аптечку. Тут берем запасные батарейки, спички и иголки двух цветов с нитками. НЗ, неприкосновенный запас, полтора литровая вода и молитва слов. Еще на себя мы крепим полулитровую фляжку и складной нож. Это мы берем с собой для того, чтобы в случае, если мы окажемся одни в лесу, чтобы мы смогли выжить или как-то дать сигналы. Я первый раз в этом лагере, поэтому было немного сложновато, особенно там, где нужно перецеплять. Но, в принципе, нормально прошел. Мы помогаем все друг другу, потому что мы общая команда, у нас есть патруль, и мы должны, у нас есть цель победить. Перед тем, как проходить испытания переправ, у нас тщательно проверяют системы, страховки, прицепления и усики, и карабины. Именно из переправ, вот это моя любимая, самая сложная, но и самая любимая. Еще нравится то, что в палатках спим. Да и, в принципе, обстановка. Классные, хорошие люди окружают. Вкусная еда, игры иногда всякие, как, допустим, аптечкой лечить, переносить на носилках. Патюшка всегда за нами ругает или говорит замечания, потому что хочет, чтобы удовестовериться, что с нами будет все хорошо, и были бы мы все хорошо собраны. Мне больше понравилось очень это испытание, потому что нужно было пройти снизу вверх, и еще сцеплять еще там веревки, и снижаться, и снова подниматься наверх. Скалодром с этим мне не сравнится, потому что он мне нравился больше, потому что каждый раз я думал, куда бы мне ставить ноги, чтобы быстрее проходить. И это мой второй год, когда я посещаю Скаутский лагерь. Это у нас десятый год, это юбилейный год. В этом году появились у нас новые переправы, как скалодром, пересечение, сетка, лестница, пьяная лестница. Мы делимся на две команды и соревнуемся между собой. Но это нам не мешает оставаться друзьями, потому что мы здесь все поддерживаем друг дружку, помогаем друг дружке. И, несмотря на все трудности, мы всегда стараемся быть сплоченными. Если кто-то остает, мы пытаемся его поддержать, чтобы каждый был здесь наравне, у каждого здесь все одинаковое. У нас бывают уроки, когда нам рассказывают о технике безопасности в лесу, как стоять палатки, завязывать страховки. Делаем морской узел сначала, левое направо, потом правое налевое, и затем перекидываем через плечи и делаем контрольные узлы. В этом году мне посчастливилось приехать в лагерь скауты Дуан. Третий раз. Я очень благодарна отцу Феодору, что он организует каждый год такие лагеря. В этом скаутах мы учимся становиться самостоятельными, сплоченными, дружными. Каждый год у нас проходят новые испытания. В этом году у нас прибавился скалодром. В этом лагере мы учимся и духовно. Нас учат здесь приготовить еду, проходим переправы. И каждый год что-то прибавляется новое. И думаю, каждый должен этот лагерь посетить. По кухне тоже все дежурят, вне зависимости от возраста и сколько раз человек посещал лагерь. Сегодня я дежурная по кухне. И готовим обед. На обед у нас юшка с бараниной. На второе у нас плов. На третье у нас салатик. Каждый готовит, каждый занят своим делом. Мальчики следят за костром и готовят чай. А девочки режут, моют посуду. Всем нравится дежурить, особенно на завтраке, потому что пробежку пропускаем. Так как я не первый год, я более-менее тоже научилась готовить. Думаю, тем, которые посещают лагерь впервые, им немного сложно, но всегда есть те, которые помогут. Это наши старшие. Мне нравится в лагере Дуван.